МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Рефлекшнс он хистери. Хранители памяти. Уходя на фронт, отец сказал о мене. Ты остаешься за старшую. Семья, работа, война, голод. И все же детство не совсем закончилось. Все эвакуированные приехали к нам воровой. Они бежали все ребятишки, ну, как всегда, как маленькие дети. С раннего утра в сосновом бару в санатории, где разместили ученых, робкий стук в дверь. Молоко принесла, дрова, с уборкой тоже поможет. Амина быстро стала любимицей обитателей Академгородка. И она вот любила как раз семью Владимира Ивановича. Он восхищался, как она сидит на лошади, восхищался длинными косами Амины. И вот Амина Даулетовна, будучи ребенком, вот можете посмотреть на эти фотографии, это Амина Даулетовна в возрасте 13-14 лет. Вот именно в этом возрасте Амина Даулетовна воочию общалась с этими академиками. Сберечь даже самые малые кусочки о времени и людях. Она посвятила этому всю свою жизнь. Амина Турсенбаева. Ехали сюда, потому что надо было ехать, потому что нужно было как бы спасать науку. Ну, серьезная партия, так скажем, да, ученых была эвакуирована в район Борового в Северном Казахстане. Практически сюда пребывали в основном умы в области естественных наук. В даче 37-й остановился гений великой мировой науки академик Владимир Иванович Фернадский. Глава 1. Мозговой штурм. Есть много версий, почему курортом, точнее приютом для академиков, стало именно Боровое. Членом Академии наук вначале планировалось эвакуировать в Томск, но потом неожиданно изменили планы. Был ли это вариант Вернацкого, который объездил с экспедициями немало наших городов еще до революции, точно неизвестно. Возможно, сыграл свою роль климат, но многие историки уверены, благодарить за эвакуацию мозгового центра Советского Союза и последующий научный старт республики надо Каныша Сатпаева. Держалось это все как-то, наверное, в начале как-то секретно, под грифом совершенно секретно. Так или иначе, поезда с лучшими умами стали пребывать Боровое уже в июле 41-го. С собой могли взять только 20 килограммов, а самолетами ученых перебрасывают, как правило, лишь до ближайшего пункта Большой Земли, до города Тихвина, это если из Ленинграда. А далее начинается многодневный, изнурительный путь по железной дороге на восток. Видимо, дорога каждого была индивидуальной, потому что нету такого, сколько ехали конкретно те или другие люди. До нового дома вернадские добирались с комфортом в спальном вагоне. Владимир Иванович даже любимое кресло-качалку смог взять, но всю дорогу сокрушался. А как же лаборатории, книги? И в моем возрасте бомбежки уже не страшны. Все Боровое готовилось к встрече этих великих людей, потому что санатория стали освобождать, везде стали в этих дачах ремонты делать. Малый, старый, большой, маленький, они все-все-все уже были насторожены о том, что такие люди едут к нам в Боровое. Белые шторы в сборку французские. За окном еще темно и света нет. Стакан кофе, бутерброд, 5-6 книг с выписками, ежедневная работа. Академик давно научился беречь и самые малые кусочки времени. Отключались даже телефоны, никто не приходил. Работал до завтрака, завтрак в 12 часов. То есть можно сказать, ну вот с 7 до 12, это самые благотворные часы работы. Часы работы. Снимающие боль от сообщений информбюро, подарившие ему всемирную славу, вписавшие Боровое в мировую историю науки. В ней казахстанская здравница появилась не только благодаря Владимиру Вернацкому. Эта северная жемчужина вдохновила многих ученых на многие открытия. Они собирались в библиотеки, в библиотеке решались вопросы. Каждый ученый носил какой-то лептуберг, занимался фауной, природой нашей, землей. Вирусолог Гамалей пробует новые способы лечения туберкулеза. Местные лекари делятся с Гамалага секретами золотолечения. Литературовед Орлов пишет казахский эпос, и Амина напевает ему козыкорпеший Баян Сулу. Директор Московского дома ученых, жена Максима Горького, Мария Андреева, открывает драматический кружок для детей. Вернацкий в перерывах работы над главной книгой помогает наладить в Щечинске производство спичек. 160 именитых ученых в одном месте. Она могла вечно про них истории рассказывать. Однажды, говорит академик Вернацкий, посадил меня на колени, хлопает по спине и говорит, у этой девочки отменный аппетит. Ну как не будет аппетит, если в семье 10 детей, если такое тяжелое время. Глава вторая. Осколки памяти. Секретарь черного дерева, похожий на тот, что остался в Москве, библиотека, лишь малая ее толика, диван под белым покрывалом и фотографии близких. Амина Апай постаралась воссоздать обстановку, в которой Вернацкий колдовал над своей ноосферой, как можно точнее. Вот стулья, это те стулья, на которых сидел сам Вернацкий. Это с того кабинета, в котором он работал. Владимир Вернацкий в быту был чрезвычайно скромен. Мебель, купленная еще в 19 веке, никогда не менялась. Ни картин, ни столового серебра, из драгоценностей коллекция минералов. Единственное, на что в семье тратились любые деньги – книги. Благодаря им они и подружились. 80-летний академик и 14-летняя Амина. Также во время войны к нам для вот этих академиков доставляли книги. Прямая поставка была книг из Москвы, литературы. И вот Амина Даулетовна помогала таскать эти книги, приносила к ним в кабинет. В помощь ученым был даже выделен специальный книжно-журнальный вагон, постоянно курсировавший между Москвой и казахстанским курортом. Этот музей, конечно, это серьезный вклад патриота этого региона, замечательного человека Амины Апай, которая просто подвижница, я считаю. Она вот из ничего сделала этот музей. И в этом музее есть комната, забитая книгами. Книгами, которыми пользовались ученые, эвакуированные в период войны. Отдавшая всю жизнь созданию этого хранилища памяти, она и сама стала достопримечательностью края. Музей АПА – так называли Амину Турсенбаеву. Закончив техникум и исторический факультет, она более полувека проработала в библиотеке, где ученые проводили свои изыскания, и в санатории, где жили эвакуированные дети. Она открывает первый музей, уйдя на пенсию, не уходит с трудовой арены, продолжает работать. И вы знаете, до сколько? До 86 лет. Это удивительный, уникальный человек. Уголок Амины АПАЙ в еще одном кабинете Вернацкого. Эту комнату открыла недавно дочь Амины Турсенбаевой – Шамшия. Здесь не так много вещей, принадлежавших самому академику, но так легко представить его за этим столом, пишущего письмо какому-нибудь выдающемуся ученому. Известно, что Владимир Иванович ввел обширную переписку. Почти 2500 респондентов. Боровое, куда не доносился гром сражений, сразу же пленило ученых. Да и невозможно было не поддаться очарованию этого края. В августе 41-го года в одном из писем Вернацкий делился своими первыми впечатлениями. Местность превосходная, курорт более чем на тысячу человек. Мы живем в лесу, кругом масса озер в гранитной горной степи. Прогулки чудесные. Глава 3. Дыхание войны. Ну и в основном я вот слышала от ее уст, и что Вернацкий очень сильно хотел, чтобы вот этот кусочек нашей земли, красоты вот этой, служила для будущего как курортная зона. Здесь действительно хорошо думалось и хорошо дышалось. Но война все равно где-то рядом. В разговорах академиков, играх эвакуированных детей, в концертах для раненых и отсутствии бумаги. Обеспечение ученых было на самом лучшем уровне, но в условиях войны. Одной из главных проблем у ученых – это была нехватка бумаги, их основной рабочий инструмент. И вот об этом же пишет и Андреева. Ты уж извини, что так много и мелко написала, да и карандашом. Чернил сейчас пока нет. Так что можно отсюда выяснить, что и с чернилами были перебои. Писали в основном карандашами. Обратите внимание, здесь же чернильница, его ручка и вот этот стаканчик с кусочками, узкими полосками бумаги. Интересно, что Вернадский всегда читал литературу в оригинале, знал 15 языков и владел техникой скорочтения. Вот такие из старых черновиков вырезал листочки, и на этой чистой стороне листка он делал выписки. А далее, работая, он работал одновременно над несколькими темами. Москва. Кабинет музея Вернадского. Точно повторяющий планировку комнаты, где творил великий ученый. Кстати, он и сам когда-то вошел в науку с музея, был хранителем минералогической коллекции. И еще один хранитель. Княгиня Анна Дмитриевна Шаховская была первым организатором и хранителем этого музея. Он Аню Шаховскую знал с детства, просто называл ее просто Аней. Она была очень секретарем Вернадского. Анне Шаховской он в Боровом надиктовывал свои работы. Она же и сохранила все для потомков. Рукописи, документы и личные дневники. Заболел, по-видимому, безнадежно ученый-химик Михаил Ильинский. Высокая температура. Говорят, что-то вроде удара. Это первая жертва на чужбине в нашей среде. Еще на днях он вечером долго сидел у нас. Многое интересно рассказывал о своем бегстве из Германии во время прошлой войны. Он всем интересовался, и его большой возраст, 84 года, мало чувствовался. Еще недавно он играл на скрипке. Холод. И я первый раз почувствовал ноющие сердечные боли, когда пытаюсь гулять в большие морозы, больше 20 градусов. Немало их осталось лежать в казахстанской земле. Нашла здесь последний приют и любимая супруга. Здесь покоятся останки супруги Вернацкого. В 43-м году, заболев воспалением легких, два дня пролежала, и Наталья Егоровна скончалась. Работа стала для академика просто спасением. Но ему все здесь напоминало о ней. 56 лет вместе, душа в душу, мысли в мысли. Спустя полтора месяца Вернацкий возвращается в Москву. Когда в таком возрасте люди теряют друг друга, это, безусловно, является очень большим ударом. Стол, папки, стаканчик с закладками. Газета «Правда» с передовицей немецко-фашистские зверства в Литве. Время здесь словно замерло, когда его не стало в 45-м. Утром 24 декабря, выходя из своей спальни, споткнувшись о ковер, он упал. И когда к нему подбежали, он был практически недвижим. Жили одни глаза. И вот так, практически не приходя в сознание, Владимир Иванович скончался 6 января 1945 года. Так что вот эта вот статья, она, может быть, даже и стимулировала вот это вот второе кровоизлияние, от которого ученый скончался. Попелок. Память спасет мир. Два пожилых человека спускаются к озеру. Николай Зелинский в академической шапочке и Владимир Ирнацкий. О чем говорили ученые, конечно, уже никто не расскажет. Эти военные действия, это было основной, наверное, я думаю, разговор, потому что это было очень важно для их жизни. Возможно, обсуждали ставший им родным курорт или же спорили. Владимир Иванович был убежден, что именно природный стихийный процесс обеспечит конечную победу в этой мировой войне. Одно из самых любимых мест для размышлений и разговоров – беседка недалеко от озера. Именно вот на этой территории, вот сейчас с правой стороны, немножко поднимите голову, видите, там стоит беседка. Раньше стояла старая беседка. Она не сохранилась, как и дача Вернацкого. Да и соседняя, 36-я, где располагалась библиотека, тоже канула в небытие. Но память еще жива, в письмах, мемуарах, свидетельствах очевидцев. Она словно невидимая оболочка, защитная, пока есть ее хранители.